Если позволите, хотел бы перейти к следующему выступлению. Представить вектора, Скульский Сергей Константинович, администратор медицинских наук, врач отделения МРТ Северо-Западного Кружного научно-клинического центра имени Соколова Федерального медико-фидологического агентства. Доклад посвящен значению МРТ в том числе научевой диагностики и вещественных нейтрозей и желудочной вертой железы. Губоко уважаемый Вячеслав Альбертович, Губоко уважаемый Сергей Сергеевич, Жанна Калерей, ещё раз добрый вечер. Значение МРТ в томографии Комплексной научевой диагностики кистозной неоплазии поджелудочной железы. Кистозная неоплазия поджелудочной железы представляет собой группу неопластических изменений петелия, протоков и паренкин железа. Диагностика их остаётся актуальной уже много лет. Если вы посмотрите все доступные источники, большинство из них начинается с того, что увеличивается количество диагностических случаев кистозных неоплазий. И к тому, в общем-то, есть подтверждение, обоснование. Это и больше охват населения скрининговым методом, исследованием таким как УЗИ. Это и большая доступность высокотехнологичных методов, прежде всего магнитно-резонансной томографии, в совокупности, конечно же, с большим назначением исследования живота. Но прежде всего, актуальность диагностики кистозных неоплазий обусловлена их злокачественным потенциалом, точнее, даже различным злокачественным потенциалом. Да, специалисты лучевой диагностики тоже достаточно давно занимаются, в том числе, аддоминальной визуализацией, могут сказать, что, в общем-то, всегда мы видели из таких желудочных железов. Маленькие, большие, единичные, множественные, без или в сочетании с расширением главного патриотического протока. Это есть проявление того, что поджелудочная железа не здорова, но отношение было раньше больше, скажем так, консервативное. Есть проблемы, нужно смотреть, нужно наблюдать за ними. Сегодня в условиях того, что появились новые воззрения в области морфологической верификации, в области иммуногистеохимии, таких методик, как эндоскопический ультразвук, конфокальная лазерная эндомикроскопия, недостаточно сказать просто, что есть и размеры, и локализация кистозного образования. Нужно ответить на ряд вопросов. Какая внутренняя структура образования? Какие перегородки? Какая толщина перегородок? Есть ли внутрипросветные тканевые компоненты? Накапливают ли они контрастное вещество? Один из главных дифференциальных диагностических признаков – это есть ли или нет связь на образование с главным панкреатическим протоком. И все это достаточно сложно. В мире уделяется достаточно большое внимание научным аспектам неоплазии. И уже в 2004 году был опубликован гайдлайн, посвященный кистозному неоплазии. С учетом накопленного опыта, проведенных исследований, эти гайдлайны обновляются. Сейчас нам уже доступны гайдлайны в 2017, 2018, 2019 годах. И если мы посмотрим, какие сейчас исследования ведутся относительно диагностики кистозных неоплазий, относительно лечения кистозных неоплазий, можно только констатировать факт, что кистозные неоплазии остаются в клинической проблеме. Согласно классификации здравоохранения, только типов кистозных неоплазий, не говоря уже о подтипах, насчитывается более 15 номинований. Но наиболее актуальными по степени злокачественности, по частоте встречаемости, наблюдаются четыре типа кистозных неоплазий. И в случаях, когда врач впервые выявляет кистозную неоплазию, а они зачастую проявляются, но из них выявляются случайно при обследовании по поводу других заболеваний, когда выявляется кистозное образование, зачастую бессимптомное, а в случаях, даже если есть абдоминальный болевой синдром или диспептические изменения, то обследование показывает, что и большинство из них не связано с кистозной неоплазией. Перед врачом стоит вопрос, что с данным образованием делать. И в этих гайдландах четко определена стратегия, в зависимости от того, какой тип неоплазий мы видели, какие признаки злокачественного процесса заподозрили. Четко определено, что нужно делать. Не надо сходить направо, налево, нужно идти вперед на операцию, либо назад на динамическое наблюдение. Четыре основных гистологических типов кистозных неоплазий, три четверти из которых обладают злокачественным потенциалом. Наибольший из них – он у внутри протоков популярных муцинозных неоплазий. Именно эти типы и подтипы определяют дальнейшие перспективы пациента. Как видите на изображениях, они могут быть диагностированы с помощью лучевых методов исследования, магниторезонансная компьютерная томография. Несмотря на то, что компьютерная томография является базовым, более доступным методом, в диагностике кистозных неоплазий предпочтение отдается магниторезонансной томографии. Методика, которая обладает наилучшей тканевой контрастностью среди неинвазивных методик. Отсутствие лучевой нагрузки, в свою очередь, делает магниторезонансная томография методом выбора динамического наблюдения. Эндоскопический ультразвук, методика уточняющая, позволяет отвечать на вопрос, нужно оперировать пациента или нет. Обязательно назначается с проведением тонкой больно-аспирационной биопсии для оценки содержимого кислозного на образовании. Однако нужно отметить, конечно, что тонкой больно-аспирационная биопсия, скажем так, не обладает достаточно большим диагностическим потенциалом. Да, иногда возникают трудности в диагностике муцинозных неоплазий, в диагностике ложных кист, серозных сельсорбинол. Поэтому проводятся другие методики, для внедрения других методик, проводится щипцовая биопсия. Методика уже, можно сказать, накопила достаточно большой опыт применения, показала большую диагностическую эффективность в диагностике кислозных неоплазий. Однако при проведении щипцовой биопсии большее количество осложнений. Но различные исследователи показывают и говорят, что через несколько лет осложнений этих будет меньше. Проводится также и контрастное усиление при проведении эндоскопического ультразвука. Здесь результаты более скромные, пока контрастированные не смогут заменить тонкой больно-аспирационной биопсией. Конфокальная лазерная микроскопия достаточно новая методика, которая уже себя достаточно хорошо зарекомендовала, обладает достаточно большой специфичностью и чувствительностью, позволяет в режиме реального времени визуализировать ткани кислозной неоплазии, можно сказать, сопоставимой с гистологическими препаратами. Помимо этого, конфокальная лазерная микроскопия может выявить в ряде случаев внутри протоков популярно-мунцинозной неоплазии гистологический тип опухоли. Внутри протоков популярно-мунцинозной неоплазии чаще диагностируется у пожилых мужчин, локализуется больше головки поджелудочной железы. После операции есть риск рецидива на образовании. Согласно обновленным циндайским рекомендациям, внутри протока популярно-мунцинозной неоплазии разделяется на три типа. Первый тип – это главный патриотический проток при расширении протоков более 5 мм. В предыдущих рекомендациях рассматривался менее 5 мм и было большое количество ложноположительных результатов. Второй тип – боковых китей, кисты более 5 мм, сообщающиеся с главным патриотическим протоком. Данные кисты можно всегда дифференцировать сложными кистами. Третий тип – смешанный кит. До 2004 года не было четких критериев показаний для проведения оперативного лечения. Такие кисты оперировали, и, к сожалению, только некоторые из них были злокачественными или потенциально злокачественными. С момента выхода Сен-Дайского консенсуса до 2004 года появились критерии риска малинизации. Это размеры на образование больше 3 см. Критериями высокого риска размеры внутрипросветных узлов более 5 мм, расширение главного панкреатического протока больше 10 мм и позитивная цитология. И с учетом накопленного опыта и проводимых исследований этих критериев стало больше. При проведении наших исследований нам необходимо направить все наши возможности для выявления этих критериев. Так, критерием высокого риска малинизации является желтуха, расширение главного панкреатического протока больше 10 мм и внутрипросветный тканевой узел более 5 см накапливающий контрастное вещество. Здесь мы, конечно, хорошо очень видим на всех исследованиях, проводимых компьютерной томографии магнитно-резонансной геноскопической микрозвучки. При компьютерной томографии мы видим и расширение протока и внутрипросветный тканевой узел на изображении магнитно-резонансной холангио-панкреатографии видим протяженность поражения железы и насколько мы видим сопоставимые изображения доскопического ультразвука с макропрепаратом. Подозрительными признаками малинизации является размер на образование больше 3 см, повышение ультомаркеров крови, лимфоденопатия, мелкие узлы меньше 10 мм в мидипросветные накапливающие контрастное вещество, расширение главного панкреатического протока до 10 мм. Компьютерная томография хорошо позволяет дифференцировать данные на образование с наличием внутренних внутренних перегородок, однако не всегда хорошо видна связь с главным панкреатическим протоком, чего нельзя сказать о магнитно-резонансной томографии, где мы четко видим раздеведную структуру, сообщающуюся с главным панкреатическим протоком. И эндоскопический ультразвук методика позволяет дополнительно видеть какие-то другие подозрительные признаки магнинизации содержимое кисты, подтвердить наличие высокого уровня анкомаркеров и других признаков злокачественного процесса. В случае когда мы не видим признаков подозрительных для магнинизации, но есть киста, нам нужно определиться какая она. Ложное киста, цинозная анкомаркеров здесь большую роль играет эндоскопический ультразвук, который может подтвердить наличие или отсутствие связи с главным панкреатическим протоком, а содержимое кисты сказать о наличии амилаза, наличие содержимого кисты амилаза как признак ложной кисты или муцина других онкомарки говорящие о кистозной неоплазии. Такое множественное мультитистое поражение железы характерно для внутрипратоков павиллян муцина неоплазии второго типа. Мы видим множественные кисты небольших размеров, на холонгиограммах прослеживается связь с главным анкреатическим протоком, однако на некоторых изображениях мы видим тканевой компонент как признак подозрительный признак малигнизации процесса. Муцинозно-кистозная неоплазия чаще диагностируется у женщин в возрасте 30-50 лет, локализуется больше в области тела и хвоста, характеризуется наличием плотной капсулы, накапливающей контрастное вещество и наличием обозвесления в стиле. В данном случае компилом томография не обладает преимущественно за счет возможности диагностировать обозвесления по стенке, возможности в том числе визуализировать толщиную капсулу, накапливающую контрастное вещество. В случае, когда мы видим новообразование подозрительных размеров без убедительных признаков связи с главным панкреечесим протоком, также решающее значение лежит за эндоскопическим образованием, при котором мы четко видим образование, четко видим отсутствие связи с главным панкреечесим протоком, а содержимое кисты позволит ответить на вопрос муцинозной кистозной манаплазиэта либо ложной кисты. В случаях же наличия немногочисленных перегородок муцинозно-кистозной неоплазии следует дифференцировать с макрокистозной сирозой кисты демоновой. По всем гайдлайнам муцинозно-кистозной неоплазии подлежат резекции. Однако последние исследования говорят о том, что все же муцинозно-кистозной неоплазии необходимо резекцировать по показаниям при наличии больших размеров и по составу жидкости, которая была взята при аспирационной вексе. Солидно-псевдопопиллярная маклазия чаще диагностируется у молодых женщин, она обладает низкой степенью злокачественности, медленной ростойкой, преимущественно бессимптомной. При наличии малых размеров солидно-псевдопопиллярной опухоли могут быть сложности дифференциальной диагностики с нейроэндокринной опухоли. Здесь также решающую роль может внести щипцовую биопсию при эндоскопическом ультразвуке. Ряд гайдлайнер все-таки рекомендует удалять особенно псевдопопиллярную опухоли. Серозная кислорная маклазия частно диагностируется в возрасте 50-70 лет. Локализуется больше в теле или в хвосте поджелудочной железы. Имеет характерную микрокислозную структуру, у которой перегородки ориентированы в сторону центрального рубца. Парашют достаточно диагностируется при проведении болезненной компьютерной томографии. На редких случаях мы видим обусловленный центральный рубец. И насколько информативно за счет высокой контрастности только нативное изображение молитвы из томографии позволяющие без видения контраста вещества сказать, что это серьезное использование не пользует. Нельзя, конечно, не обратить внимание на то, факт, что при проведении исследований поджелудочной железы мы, конечно, оцениваем всегда весь органокопис. И мы в ряде случаев видим метастазы причины поджелудочной железы. Монюнторезонансная томография демонстрирует здесь достаточно высокий диагностический потенциал, особенно с использованием гетотоспецифического контрастного вещества при новости. И что в заключении хочется сказать, что возраст пациента пол анамнеза заболевания результаты проведенных лучевых исследований анализ содержимого кисты позволит нам правильно определить тип неоплазии и подозрительные признаки малигнизации. И представлен нам гайдлайн четко показана маршрутизация алгоритм проведения исследований таких пациентов в случае наличия кисты более одного сантиметра с признаками высокого риска малигнизации желтуха расширения главного патриотического протока больше 10 миллиметров внутрепросветный тоневой узел больше 5 миллиметров накапливающих красное вещество таких пациентов дообследовать не нужно это показания для проведения оперативного лечения в случае же отсутствия признаков высокого риска выполняется эндоскопический ультразвук при котором если мы выявляем цинозно-тестозно-цистовиному тоже являются показания оперативного лечения если мы видим внутрепротоку популярному цинозной атаклозии без подозрительных признаков панилигнизации динамическое наблюдение при наличии подозрительных признаков в совокупности подозрительных признаков толщинные стенки внутрепросветные узел Рост новообразования в динамике, высокий уровень онкомаркеров тоже выполняется в лечении. В случае же диагностики и серьезности старбиномы такие новообразования активным динамическому наблюдению не подлежат. Что же касается использования рекомендаций на данный момент пока щипцовой биопсии, фонтфокальная лазерная эндомикроскопия, здесь что можно ожидать? Можно ожидать то, что в последних рекомендациях, в последних исследованиях по сугнозу кистозов неоплазии, как я уже сказал, может быть предложено динамическое наблюдение некоторых сугнозов кистозов неоплазии. С учетом возможности определения гистологического типа внутрепротоковых неоплазий при определенном наборе подозрительных признаков и гистологическим типом с высоким риском малинизации будет показано оперативное лечение. При гистологическом типе с низким уровнем малинизации возможно будет предложено продолжить динамическое наблюдение. Таким образом, точная дифференциальная диагностика кистозной неоплазии позволит спасти пациента с неагрессивной формой кистозной неоплазии от ненужной операции. А своевременная выявленная кистозная неоплазия со злокачественным потенциалом позволит увеличить продолжительность жизни пациента. Обязательно необходим мультимодальный подход лучевой диагностики кистозных неоплазий при желудочной железе. Важно знать доступные методы визуализации их преимущества и недостатки. Магнитно-резонансная томография является методикой неинвазивной дифференциальной диагностики кистозной неоплазии и методом динамического наблюдения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Константинович. Один подход предполагает углубленное изучение проблемы, детальный анализ очага и попытку погрузиться в патогенез-процесс, его развитие, чтобы разобраться с тем, что за патологией имеет место быть и в зависимости от этого принимать решения о дальнейшем введении пациента и так далее. Второй подход – это ИКЕ заключается в том, что все, что кистозно есть по желудочной железе, все равно нужно убирать, потому что рано или поздно оно озлопочетует. Вы привели замечательные гайдлайны международные, и хотелось бы узнать, как у вас ваше учреждение следует или все-таки тяготеет к мысли о том, что все нужно убирать. Это один вопрос. И второй вопрос, если позволите, сразу озвучу. Это по методике. Нередко можно слышать предложение о применении секретина, стимулированного исследования по желудочной железе. Как вы к этому относитесь, применяется ли это у вас в учреждении? Сергей Сергеевич, второй раз я слышал. Про секретин, стимулированное исследование по желудочной железе, как вы к этому относитесь, применяется ли оно у вас в учреждении? Спасибо за вопрос, Сергей Сергеевич. Начну со второго вопроса. Секретин стимулирующие исследования мы, к сожалению, не проводим. Те данные, которые мы просматривали в научной литературе, они, может быть, и имеют место быть в диагностике кистозных неоплазий. При возможности и при определенных рекомендациях высшестоящего руководства мы, конечно, этим будем заниматься. Что же касается кистозных неоплазий и тактики введения, здесь, наверное, можно бы сказать, было так, что есть такое понятие, что не каждый мужчина доживает до рака предстательной железы. Также и здесь можно сказать, что несмотря на злокачественный потенциал кистозных неоплазий, не все доживут до рака поджелудочной железы. Поэтому здесь, наверное, консервативный метод введения имеет место будет. В этом плане, наверное, когда мы рассматриваем подозрительные признаки эмалинизации, мы все-таки не принимаем решения об оперативном лечении. Именно важны вопросы о воспроизводимости динамического сравнения. Соответственно, при наличии малейшего, как сказать, отрицательной динамики уже выполнять оперативное лечение. Спасибо большое. Сергей Константинович, спасибо большое за очень интересное сообщение. Это действительно такая лекция европейского уровня. Она не только осмыслена с практической точки зрения вами, как специалистов, давно занимающихся этой патологией, но и блестяще дополнена целым рядом ссылок и упоминаний в отечественных публикациях, и в зарубежных, и она действительно раскрывает место практически каждой из представленных и обсуждаемой здесь сегодня нами методики в том алгоритме, который используется для диагностики заболеваний подживучной железы, особенно кистозных неоплазий. Поэтому спасибо вам большое. Один вопрос в сети есть. Дифференциальная диагностика кисты и метастаза. Ну, какой-то вопрос как-то непонятно. Что это, чему? Кистозное образование подживучной железы или кистозное образование вторичного в печени? Я несколько не понимаю, но думаю, что... Если у вас есть что-то сказать, ответьте. Потому что там следующий доклад уже по времени должен начинаться. По большому счету кистозных метастазов в подживудочной железе с характерными признаками для кистозной неоплазии ни в практике, ни в литературе не сталкивался с такими. Спасибо большое. Позвольте поблагодарить еще раз Сергея Константиновича и за доклады, и за комментарии, и за ответы на вопросы, которые он сделал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!